Борис Соловьев, Твей У меня в саду в этом сезоне был большой рожай яблок Уносили 5 яблок Но почему-то много яблок было с какими-то темными пятнами размером От полной полтора сантиметра, которая занимает до половины яблок Часто несимметрическая форма, хотя на вкус не влиялась Ввиду некрасивую Сперва напрашивается парша, такая зараза Вот, она любит, вы знаете, как у меня в этом году Я же стараюсь быть максимально, чтобы мне не выглядит невеже, когда вопросы задают В этом году яблоки у меня портили Я сейчас даже покажу, смотрите Знаете кто? Самые вкусные яблоки Видно, нет яспеха Я даже не искал специально Вот Еще могу найти Откуда это берется У нас было засели в этом году больше коровок А у них есть свои хоботы Или там зубы Вот, и они впиваются И жрут, и сосут, сосут, сосут Вот А потом это место начинает загнивать Почему? Дерево потеряло Наружную защиту Просто потеряло И тогда инфекция попадает внутрь Заметьте, не было бы больше коровки Не сделало бы тырку, ничего бы не было А то, что попорчена шкурка Она начинает загнивать И гриб появляется Но он ест только то, чтобы пропало Еще раз говорю Грибы Тем более, я уж не говорю Вы будете спорить со мной про все грибы Но грибы Парша Паршивая Они как раз Едят только вертвичину Для этого им нужен повод Попасть внутрь яблока Там идет загнивание И они этим пользуются Возможно У 90% что это ваша парша Некоторые даже не знают Что у них бывало там ночь Раз Проснули, все нормально Дождь прошел Это был град А они все это знают Я сам узнал случайно Что у меня был град Когда соседи сказали А я хожу и думаю Откуда пятнышки Ну, примерно, как мог, ответил А насчет избавиться Значит, если это даже парша Ничего не надо делать Ничего Ничем не поможете Кроме как отравить Как Тотаров укрывает персик О, а я не поинтересовался Я у него был С Тимошей помню Вон, фотографии Как он Тимошей угощает Ой, не спросил У меня прекрасные персики Южная Дозвонив, скажу Не дозвонив Давно не было Связи с ним Ну, еще недавно Тимошей Севнобай, Марсунков Так, Тотаров Тотаров Что там дальше Дальше опять пишем Который пишет Ирина Полтовец пишет Лед Ирина Полтовец пишет Итак Ирина Фалерик Артинин Саженцы вот на привой Срезаем веточки Для привой И при этом Оставляем саженцы Для развития Это имеет ввиду Как Маточное дерево Да, почему нет Вот Оно Первые годы Они будут Хорошо укрыты Снегом Вот У нее будет Пустообразная форма Она не будет лезть Сильно вверх Чтобы Там обмерзали Почки Ростовые, цветочные Вот Вот это вот Низкостаблая форма В отличие от тех специалистов Я утверждаю Это бывает Единственный шанс Вырастить Наши На самом Страшной Сибири Урале Приморье Средней России Единственный шанс Сделать Пустовидную форму Вы заметили Не городскую Чашу Вот А именно Пустовидную форму Отрезайте То, что Лезет вверх Что останется Ваше Так А что Все, наверное Наверное И все Что Осталось Сказать Так Значит Кто хочет Стать Миллионером Я не шучу Такая банка Всего-то Целиком Десять тысяч Стоит Учитывая Что Вот эти Бесценные вещи Они должны Стоить Двадцать Долларов А не Двадцать Рублей Двести Долларов Докосчик Подниму Сначать С нуля Это значит Как я Съездить На Украину Ну допустим Темиражевская Академия Там Поедет У них Такого Нету И вот Получается Откуда Вот Понимаете На север Беспород Живете Мичеринский Вот на Мичеринской Ваше Но никогда Вот у меня был Случай особый Сейчас Это Само Можно Называть Фамилию Халтовщика Неких Фунтиков Вот А вот Сам со Смоленского Сейчас Смоленский Много Халтур Может быть Он Продолжает Это Делать Он Прислал Мне Да Хотел Меня Сосо Так же Присал Мне Этот Самый Каталог А там Был Написан Абрикосы Выдерживают Нет Шелковица Выдерживает Минус Пятьдесят Абрикосы Культурные Выдерживают Минус Шестьдесят Не Стало Я позвонил Телекур Был Вот Я говорю Ну что Это Как вы Это Объясните Я вновь Скажу Я вновь Скажу Я работал На заводе Я ходил Школу Минус Шестьдесят Не было Ни разу Вопрос А вы Пишите Не просто Там Это Шестьдесят Вы Не пишите Там Пятьдесят Восемь Или Пятьдесят Два Вы Пишите Выдержившись Шестьдесят И Вот Я такой У У меня Друзья Не друзья А Мои Клиенты Живут Якутии И Они Написали Что Прекрасно Растет И не мерзнет Вот Это И Есть Добросовестная На самом деле Потлая Система Рекламы Видите А люди Верят В эти Сказы И Никто Ни разу Не говорил Что Обещал Ниже В сорока Ну Фантазия У многих Богатая Так Теперь Получается Что На Все Видел Это Замануха Видите Вот Это Вот Это Все По мнению Это На Двоих Черновая Смотрите Эти Персики У меня Выпрашивали Начиная С Осень Я Их Хотел Все Оставить Себе Вырастить Из них Саженцы Так Вот Продавать Не шутя По 1000 Рублей Но От Имени Тимоши Сеньки Соньки Потому Что Там В Москве Не знают Как Мы Хорошо Живем Вот А Я знаю Поэтому Я думал И детей Приобщить И заодно Продавать Но То есть Как Саженцы Потом Подумал Есть у меня Запасной Вариант Вот он Вниматель Внимание Он выглядит Так Значит Заказы Практически Прекратились Корновирусы Виноваты Вот Руки Опустили Люди Кто Хотел Даже Хапал А Теперь Вся Тишина Вот И Тогда Я Подумал Я Заманивать Буду Хотите Чтобы Чтобы Заказы Были Допустим Три Косточки Персиков А Многие Мечтают Об этом Даже Не знают Что Они Есть В таком Случае Так Как Сделайте У меня Помните Заказ Тысяч Рублей Я И Пять Кусочек Персика Положу Но Это Уже 250 По Полтиннику Но Зато Мы Еще Обязаны Сделать Заказ На 2000 Вот Это Примерно Мне Напоминает Советскую Торговлю Когда Навязывали Товар Негодный Ненужный Матгодный Но Ненужный Таким Обратом Торговля Выкручивалась Делала План Вот У меня Такой План Потому Что Да Жить До Следующей Осени Когда Персики Вот Эти Вот Пока Они Станут Сальницами Мы Продадим Настолько Далеко Кажется Нереально Я готов Сейчас Продавать По Три По Пять 50 Рубля Штука Если Кто-то Будет Брать У меня Другие Семена Причем Эти Семена Бесценные Их Наоборот Надо Для Нагрузки Использовать Но Понять Истинная Стоимость Могут Только Пока Единицы Хотите Поспорю Пройдет Три Дня И В лучшем Случай Будет Один Заказ На Два Десятка Косточ Действительно Опять Я Заупокой Но Это Я Не Ради Себя Ради Того Чтобы Вот Смотрите Анна Олеговна Да Хотим Косики Песики Закажем Спасибо Кажется Один Заказ Есть Женька Вадимова Напишет Интересно Что она Напишет Теорию О прописке Располнала Коллекция Уникальных Веселий Единственная На Северном Полушарии Планет Единственная Прибалтика Молдавия Молдавия Футы Были Заказы И даже С Этого Самого Самого А Скоро Их Не было Так Врач Обязательно Делаем Заказ Буду Заказывать Так Сейчас Что-то Пишут Посмотрим Может Подим Растояни Я Закажу Персики Косточки Плюс Косточки Плес Щеренки Давайте Валяйте Сейчас Еще Подождем Конечно Закажем Пишет Борис Вот Видишь Что-то Заработаем Женька Вадимова Напишет Еще немного Будем Расставаться В принципе Можно Сейчас Расставаться Что уже Я уже Все Что Уже Свершил Создал Содовольство Новое Так Мы писали В сайт В ответ Писали Нет Кочек Ну Сайт Сайту Рознь Когда пишут На сайты На гостевую Месяц Я писал Что нет Вот Та же Проблема Стала Перед Чернобаевым У него У него Был Прилечный Урожай Он Оставил На семена Таити Чтобы Вырастить Саженцы Но Все Не стал Оставлять Вот Дал Мне на Реализацию Вот Этого Ответа Так Что Будем Пчитать Что Больше Я потом Пожалею Что Не выраст Саженцы Но До осени Еще Довить Надо Заказы У меня Практически Прекратились Это Борькая Правда Ну Что Друзья Все Женьки Вадим Я говорю Видели Сейчас Только Косочки Есть Но Это Тряхнули Мы Машной А Так Официальных Нет Все Друзья До свидания До Сынчего Понедельника Я надеюсь Я ваше Воздание Не обманул Вот Когда Это Будем Изучать Когда Будете Изучать В Академиях То Что Мы Сейчас Проходим Но Вы Опережайте И До свидания Друзья Кота Вас Семен Видели На Зубрате И Спокойной Ночи Адон Валерьевич Прошу Писать Мне Ссылку Интересно Пока Мы Говорили Еще Не Отключился Ход Сверли Письма Каталог По Котскому Спрашивает Про Селенков Готов Да Готов Ну Все Друзья Все Отключаю Все 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 До свидания Спокойной Ночи Прошу С Останавливать